Одесса продолжает подготовку к курортному сезону. Профильное коммунальное предприятие побережье находится в кризисном состоянии. Для того, чтобы решить его проблемы, сначала нужно определить зону обслуживания этого КП. Также профильная комиссия горсовета рекомендовала подчинить предприятие департаменту жилищно-коммунального хозяйства. Хватает проблем и вполне прикладного, не административного характера. Все они решаются в рабочем режиме. Исключением является ситуация с затонувшим на пляже Дельфин танкером Делфи. Сейчас в мэрии решают, как обезопасить отдыхающих, которые во время курортного сезона однозначно захотят сфотографироваться на затонувшем танкере. На пляже поставят дежурить спасателей, а само судно будет охранять выбранная на тендере фирма. Также в ходе заседания комиссии стало известно о тех изменениях, которые происходят в коммунальном предприятии и теплооснабжении города Одессы. Сейчас важнейшее направление деятельности – реструктуризация долгов. Мы работаем с кредиторской задолженностью. Основной наш кредитор – это НАК «Нафтогаз» Украины. Сегодня мы с ними подписали договор о реструктуризации на усписании 116 миллионов штрафных санкций и пени. Тем самым мы остановили начисление и уменьшили кредиторскую задолженность. Мы сегодня работаем над реструктуризацией дебиторской задолженности. Это те средства, которые должны наши абоненты предприятию. К сожалению, с ней тоже работали неэффективно долгие годы. Вы слышали сегодня в рамках порядка 580 миллионов. Среди основных направлений работы – сокращение теплопотерь и количество неучтенных абонентов, работа с международными организациями. Несмотря на позитивные изменения, прогнозируемое сокращение убытков предприятия в текущем году на 300 миллионов гривен по сравнению с прошлым, финансовое положение КП теплоснабжения остается сложным. Вероятно, потребуются дополнительные деньги из городского бюджета, помимо тех 455 миллионов, которые были заложены еще в прошлом. К примеру, предприятие за два месяца потратило на электроэнергию 50 миллионов гривен. Предполагалось, что их хватит на год. Эту проблему временно удалось решить за счет перераспределения уже имеющихся средств. Константин Гречан и Владимир Ивжич, Телеканал Репортер.